Вопросы повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики обсудили на очередном заседании Межведомственной комиссии при главе Чувашии. Михаил Игнатьев в начале совещания сообщил о мерах, предпринятых для уменьшения бюджетной нагрузки. Приостановлено начало строительства некоторых объектов, разумеется, кроме детских образовательных учреждений. Это что касается сокращения расходов. Основное внимание сосредоточено на пополнении доходной части. Между тем, задолженность по НДФЛ на 1 марта составила 450 миллионов рублей. Из них долг по обанкротившимся налогоплательщикам – 246 миллионов. По состоянию на 1 марта 2015 года поступление налога на доходы физических лиц произведено в сумме практически 1,4 миллиарда рублей, или 92,2% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы поступления НДФЛ ниже аналогичного периода прошлого года, отмечено в администрации городов Чебоксара – это всего 88%, город Канаж – 84,5%, Шумерли – 99%, Алатарском районе – 82% и так далее. Как отметил глава республики, невозможно без конца оптимизировать расходы. Необходимо искать дополнительные источники пополнения доходной части бюджета. Основное внимание и поддержка предпринимателям, которые решатся открыть новое дело или расширить имеющееся производство, обеспечив тем самым новые рабочие места и налоговые отчисления. Пока же их количество сокращается по отчетам пенсионного фонда. Нам удалось сейчас завершить отчетную кампанию, проанализировать итоги 2014 года. По данным нам представили отчетность 24,8 тысячи платежщиков, из них с начислениями страховых взносов 70,2%. Остальные отчитались как неведущие финансо-хозяйственные деятельности. К сожалению, на 1,6% вот этот последний показатель увеличился. В этом году большое внимание будет уделяться поиску внутренних ресурсов и максимальному использованию потенциала муниципалитетов. Это касается и налоговых поступлений. Кстати, по отчетам самих муниципалитетов, выпадающих доходов не ожидается.